Каждый энергичный человек, добившись определенного успеха в карьере, хочет выразить себя еще и с творческой стороны. Это вполне естественное желание самовыражения, в особенности для людей с нестандартным и креативным мышлением. Менеджер Сбербанка — не исключение. За всю историю творчества есть множество примеров успешных творческих людей. Самые яркие представители — это художники. Леонардо да Винчи, Рембрандт, Сальвадор Дали. Произведения этих мастеров пользовались огромным коммерческим успехом. Каждый из этих людей приносил что-то новое в искусство и был признан при жизни, неплохо при этом зарабатывая. Успех этих гениев мотивирует. Менеджеры Сбербанка тоже во многом творцы. Они пробуют, ищут нестандартные решения в сфере управления и терпят неудачу. Ошибка в том, что сам факт творчества — не залог успеха. Для того, чтобы начать творить, надо научиться это делать. Нарисовать картину — это сложнейший технический процесс, и художник, который к ней приступает, должен уверенно владеть всеми инструментами. Леонардо да Винчи нарисовал Мону Лизу в 50 лет. Но вплоть до этого времени он упорно учился в мастерской, осваивал профессию, изучал инструменты. Для создания шедевра ему понадобился не только полувековой жизненный опыт, но и знание технологии. Только постоянная практика и обучение позволили ему найти свой стиль. Ну, дело в том, что овладение техникой живописи — это очень многолетний процесс. Даже для того, чтобы поступить в ВУЗ, вы должны несколько лет овладевать сначала просто рисунком. Прежде чем приступить к краске, вы должны уметь карандашом строить форму. Это целая наука. Даже куб построить — это очень сложно. И отштриховать его, чтобы тени падали. После этого начинается осваивание композиции, цветовой гармонии, анатомии. В общей сложности лет 10 у вас уйдет. По большому счету все 15. Целый ряд художников потратил на то, чтобы овладеть искусством, техникой и выявлением смысла всю жизнь. И мы знаем художников, которые лучшие свои работы создали, когда им уже было за 70, за 80, за 90 лет. У меня каждая выставка — это некоторый период овладения материалом. И я знаю, что до той цели, которую я поставил, у меня еще топать и топать. Но вот еще я считаю, что в запасе лет 20 на тренировку есть. Потом посмотрим, получилось или нет. Точно так же и в бизнесе. Какой бы гениальный ни был менеджер, он не сможет справиться с поставленной задачей на голом таланте. Как и художнику, менеджеру для победы необходимо владеть инструментами, знать технологию и иметь опыт. К сожалению, большинство менеджеров, получивших определенную власть, не понимают этого и терпят неудачи. Творческое видение — это прекрасная черта для работника компании, и мы ценим таких людей. Но творческий человек наиболее ярко сможет раскрыть свои идеи, только зная все тонкости работы и имея обширный опыт. Изучайте технологии, набирайтесь опыта, научитесь владеть инструментами и понимать сам процесс. Только так вы сможете добиться успеха и удержаться на лидирующих позициях.